Всем привет! С вами новостной дайджест от портала Unipack.ru Надежного маяка в океане упаковочной отрасли. И начинается наш дайджест с новости. Германия. Рестораны не спешат радоваться предстоящему открытию. Немецкое издание опубликовало комментарий одного своего редактора по поводу предстоящего открытия кафе и ресторанов в Германии после карантина. В комментарии отмечается, что радость хозяев заведений в связи с этим очень сдержана и вряд ли кто-то из них поднимет за это бокал шампанского. Частичного открытия ресторанов боятся больше, чем полного закрытия, так как из-за строгих правил сохранения дистанции многие историки должны оставаться пустыми. В результате будет возможно ведение бизнеса только на 30-50% по сравнению с обычным стендем, отмечает Катрин Терпит. А с полным содержанием этой новости вы можете ознакомиться по ссылке в описании на портале Unipack.ru Следующая новость также из Германии. Немецкая компания, один из ведущих производителей горячетканных систем для индустрии пластмасс, производит держатели для масок из полипропилена, которые делают ношение защитных масок более комфортным. Для этого в кратчайшие сроки была переоборудована горячетканная литьевая пресс-форма. А для чего они нужны и как именно они применяются, вы сможете узнать на нашем портале. Обязательно пройдите по ссылке в описании. Третья новость. Представитель РФ возглавил комитет ИСО по стандартизации упаковки. Еще один представитель РФ возглавил под комитет Международной организации по стандартизации ИСО, сообщает Росстандарт. По итогам проведенного голосования, а что же по итогам этого голосования произошло, узнаете на портале Unipack.ru по ссылке в описании. Обязательно пройдите и посмотрите. Там не только эта новость, но и множество других новостей. Четвертая новость. Фабрика упаковки Милк усилила меры борьбы с COVID-19. Для этого были приобретены фотокаталитические фильтры. А как они работают и что они дают, вы узнаете, конечно же, прочитав полностью всю новость. Минпромторг и правительство Москвы поддержало новый проект Нетканики по увеличению их мощностей. Компания Нетканика занимается производством материалов для изготовления медицинских масок. И поскольку это абсолютный тренд нашего времени, я думаю, вам будет интересно прочитать эту статью. Седьмая новость нашего дайджеста расскажет о том, как компания Сегежа Групп станет первым отечественным производителем беленной микрокрепированной мешочной бумаги. Два года назад Сегежский ЦБК выпустил пилотную партию беленной микрокрепированной мешочной бумаги объемом 130 тонн. Всю партию задействовали для экспериментального производства на ООО Сегежская упаковка. И что же из этого получилось, вы узнаете, прочитав нашу статью. Переходим к восьмой новости нашего дайджеста. Компания Омалат выпустила моцареллу без лактозы. Мы уже знакомы с этой компанией, и мы пользуемся их продукцией, и очень любим ее. Обязательно прочитайте, если у вас есть аллергия на лактозу, я думаю, вам будет интересна их продукция. Добавить ярких красок в привычный цвет гофрокартона предлагает российское подразделение группы компаний Smurfit Kappa. Они стремятся поддержать своих клиентов в это непростое для всех время, и предлагают заменить привычный бурый цвет гофрокартонных коробов на более яркий. Это позволит представить товар на полках торговых сетей в наиболее выгодном свете и привлечь внимание покупателей. Инициатива была поддержана и внедрена в производственный процент. И теперь клиенты компании могут воспользоваться возможностью высококачественной четырехцветной печати, бесплатно, увеличив количество цветов на имеющемся дизайне. Вот это 100% будет для вас интересно, так что обязательно почитайте эту новость до самого конца. А мы переходим к следующей, десятой новости. И наша десятая новость расскажет не о России и не о Германии, а о ЮАР. Это далекая страна в Южной Африке. Итак, карантин наносит ущерб индустрии металлической тары в ЮАР. Металлическая тара, как вы можете видеть на изображении, тут изображена жестяная банка. И скорее всего это с этим и связано. А связано ли это с этим, вы обязательно узнаете, прочитав статью. И наша заключительная одиннадцатая новость касается отечественной компании. Компания Левитта открыла производство многоразовых эспираторных масок. И как же они делаются, от чего они защищают, вы сможете узнать из нашей статьи. Обязательно зайдите на наш портал, ведь помимо этих новостей, тут есть множество других новостей. И подпишитесь на YouTube канал, поставьте лайк, напишите комментарий, нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. До новых встреч и спасибо вам за внимание. До новых встреч!